Добрый день, дорогие друзья! С вами на канале Вин Кондишн снова я, Лев Котляр, а это значит, что пришло время посмотреть на карточки рассвета Зандикара глазами игроков Commander. Зандикар прекрасное место, в которое всегда приятно возвращаться, поэтому поехали! Первый в списке генералов, Тазри Святыч Единства, это Человек-воин, Пятицветный генерал, который ищет бродяг-воинов-священников-чародеев, а также союзников, и это единственная карта в этом сете, которая как-то взаимодействует с союзниками. Союзники такая дикарская механика, жаль, что они ее решили в этот раз не использовать. Вместо этого Визарда предложили нам новую механику Отряд, собственно, с которой взаимодействует Тазри. Я не буду много карт с механикой Отряд обозревать в этом видео, потому что я не очень верю в перспективы этой механики в нашем формате. Согласитесь, иметь четыре существа на столе, чтобы собрать полный Отряд, довольно проблематично. Заклинания, которые взаимодействуют с этой механикой, которые должны становиться лучше, чем больше у вас Отряд, они все равно не оказывают должного влияния на игру с тремя оппонентами настолько, чтобы быть хоть сколько-либо хорошими в нашем формате. Кроме того, если у вас после очередного Вроса или Бордва остались эти карты на руке, они делают очень мало за свою ману, поэтому я просто не рекомендую этой механикой сильно заморачиваться. Это не значит, что вы не можете попробовать собрать командирскую колоду на этой механике. Наверное, Тазри в этой колоде была бы хорошим генералом, но мне кажется, что в этой колоде преобладали бы существа с механикой Ченджлинг, которые считаются просто как любое существо Отряда. Помните о том, что Ченджлинги, несмотря на то, что они являются всеми типами существ, которые требуются в Отряде, один Ченджлинг полного Отряда из себя все равно не представляет. Вам потребуется для этого четыре разных Ченджлинга. Для чего же нам нужна Тазри? Тазри со своими замечательными статами, с монокостом и тем фактом, что она человек-воин, замечательно ложится в колоду на Наджиле, например, в таком же пятицветном генерале, который тоже любит воинов. Следующий на очереди синий Керикс Буйный Остров. Закоренелый маг, которого я встретил пару недель назад, сказал, что Зандикар будет хорошим сетом, потому что в нем есть крабы. Надо сказать, что этот диалог происходил за несколько дней до того, как нам показали Керикс. Я думаю, что в глазах этого молодого человека Зандикар просто стал лучшим сетом, который издавался в магии за всю ее историю. 0.17 это самое тучное существо, которое когда-либо печатали. 17-й Тафнес впервые появляется на карте. Керикс, конечно, никакой не генерал ни в какие колоды. Не дровывает карточки, он не защищает нас от нападков оппонентов, он не разгоняет нас по мани и, в принципе, вообще ничего не делает. Зато он является просто идеальным существом в колоду на стратегии Аркадесе, который позволяет существам наносить повреждения не по значению их силы, а по значению их выносливости. Демон-священник Таборакс любит, когда вы жертвуете других священников. Он дровывает карточки, он достаточно дешев, имеет прекрасную синергию с существами, которые также любят жертвовать себя и других. В принципе, он как и генерал этой колоды и как один из демонов, которого можно найти с помощью апостолов, просто очень-очень хорош. Новая инкарнация Драны довольно любопытная. Интересная способность реанимировать нелегендарных существ, но, правда, по выбору оппонента. Я не думаю, что эта карта найдет себе применение в Командере, потому что ее способность выглядит довольно ванейно. Несмотря на то, что это существо 4-4 с полетом за 5 маны, которые иногда вам будут приносить каких-то, может быть, манодорков, или сакуратрайбелдеров, или еще каких-нибудь маленьких существ по выбору вашего оппонента. Тем не менее, нельзя рассчитывать на то, что вам удастся так законтролировать происходящее на кладбище у игрока, чтобы получать всегда нужные карточки. Можно, конечно, договориться с этим игроком, получать эти карточки, но что-то я в это не очень верю. После борта вайпов там будут находиться тучные и крутые существа, но они будут соседствовать с теми же самыми малышами. А поскольку выбирает оппонент, скорее всего, он выберет не то, что хотите вы. А вот красная легенда вызывает возбуждение, вообще говоря, не свойственное красным картам в нашем формате. Морок Ярость Акума кажется просто очень хорошей картой. За своей способностью землепада Морок фактически дает красным такие дополнительные ходы, позволяя атаковать несколько раз за ход. Красный это дело любит и вполне способен через атаку таким способом убить много разных оппонентов за один ход. Мы уже знаем, что Наджила побеждает примерно таким же способом. Морок является Минотавром Войном, ложится прекрасно в Наджилу, но мне кажется, что он ложится еще и в красные, красно-белые, где много существ, которые рано выходят на стол и хотят идти в атаку, и может быть много раз за ход. Триггерить несколько раз лендфол, заход в монокрасный или в красно-белый колодья, помогут всяческие фишки, в том числе самые простые, типа Evolving Files или Tremorphic Expense. Помогут такие артефакты, как Wayforged Bubble или Сверкающий Олень, да и мало ли что еще. В белом сейчас наиздавали несколько существ, которые приносят на поле битвы прямо земли, что тоже, в общем, полезно и для белого, и полезно для колоды, где мог бы Морок быть частью этой самой стратегии. Главное, о чем надо помнить, играя Мороком, в том, что вам нужно сделать землепады во вторую мейнфазу. Почему? Потому что в начале каждого дополнительного боя вы будете разворачивать своих существ. Но помните о том, что если эти дополнительные бои произойдут перед вашим основным боем, который у вас всегда в ходу есть, то в начале этого самого боя вы не развернете своих существ. Поэтому будьте бдительны, не допускайте таких ошибок. В зеленом нас порадовали новым легендарным существом, это Ашая. Мы уже видели Ашаю в качестве токена, которого приносит Ниса. Ашая душа дебрей и как генерал, и как существо просто в зеленой колоде выглядит очень интересно. В худшем случае Ашая предлагает, в принципе, беспрецедентный разгон по мане, а в лучшем еще и бьет лицо оппонентам. Мне видится некоторая синергия с таким генералом, как Титания. Маленькие существа, будучи землей, могут блокировать или упираться в атакеров, умирать и приносить с собой 5-3 элементарий. И кроме того, Ашая, конечно, найдется место в любой Landfall стратегии, будь то Амнат в какой-либо инкарнации, либо Ярок, потому что любое существо, которое вы разыгрываете, которое выходит на поле битвы, оно будет также землей. Landfall механика увидит землю, выходящую на поле битвы, и сработает триггер. Отряд многоцветных существ открывает Акири Бесстрашная страница. Мы уже видели Акири в качестве генерала-партнера в Боросцветах. Сейчас это прекрасный генерал-одиночка. Во-первых, у нее замечательный арт. Екатерина Бурмак, спасибо. Екатерина, что рисуется таких замечательных персонажей. За три маны мы получаем существо 3-3, Кор-воин, который, в общем, говорит, я люблю, когда моя армия носит снаряжение. Акири позволяет с помощью определенного условия брать карточки. Если есть риск, что эти существа упрутся в каких-то очень сильных блокеров, о которых они могут разбиться, за небольшую плату можно сделать их неразрушимыми, и таким образом остаться при своих карточках. Жуткозев классное существо, гидра, мы все любим гидр. Оно выходит 3-3 за 3, да, оно растет, и убивать его нужно два раза. Он, конечно, не похож на генерала ни в какие колоды, потому что, опять-таки, набирает нам карты, не рампит, не делает ничего того, что мы хотели бы, чтобы делало существо в командной зоне. Вот, но это замечательный кандидат в колоду на гидрах или в колоду на аристократах, потому что оно растет именно, когда другое существо под вашим контролем убирает. Каза, охотница великого вала, еще одна карта нарисованная Екатериной Бурмак, и надо сказать, что Каза это существо, которое заставило меня всерьез задуматься о том, чтобы собрать колоду на заклинаниях, в этот цветах. Ее украшает не только прекрасная иллюстрация Екатерина Бурмак, но и монокост, ключевые слова, которые у нее есть по лёту ускорения. Каза дружит с другими чародеями, любит инстанты и сорсери, поэтому может получить такой спелслингер с оттенком Трайбала, и я надеюсь, что у меня дойдут руки собрать колоду на Казе, и может быть, я поделюсь с ней в одном из следующих видео. Линвала, щит Мореграда, довольно ванильный, существо с точки зрения Командера, за три маны полёт, три-три, первая способность, что-то связанное с отрядом, я даже ее читать не буду, вторая способность, дает либо Хэкспруф либо Индистракция был нашим существам. В принципе, ничем не отличается от того же Даунтлесс Эскорта или Духа, который раздает неразрушимость за жертву себя, в качестве генерала не делает ничего. Зато следом за Линвалой идет, наверное, самое долгожданное существо этого сета, его показали арт довольно давно, это Амнат очаг творения, все же давно увидели у него белый свет из руки, и все знали, что тенденция добавлять ему каждый раз по цвету приведет к тому, что он будет четырехцветный генерал без черного. Выглядит очень интересно, его уже, по-моему, где-то сломали с футчейном. Вообще, Амнат это такой value-движок, белый и синий позволяют его изгонять и возвращать на поле битвы, дополнительно вы будете брать карты и обнулять счетчик лендфол. Лендфол способность его представляет из себя тоже много value, наверное, самым важным из него будет второй лендфол. В сиеном, конечно, это совсем не сложно сделать, а блинканув Амната можно этот счетчик еще и обнулить. Отсутствие черного пока еще держит Амната в рамках приличия, у него нету доступа к лучшим тюдерам и лучшим комбо винконом в формате, но я так думаю, что он туда стремится, потому что ему остался один сет, он станет еще и черным. А пока это очень крутой генерал и с довольно уникальным набором способностей ломай, не переломай. Орах выглядит довольно интересным генералом в Трайбл на Священниках. Если вы планируете что-то такое собирать, конечно, вам уже стоит обзавестись к такой карточке, как Эджи Уолкер. С ней любая колода на Священниках становится лучше. Рекурсия, которая предлагает Орах, наверняка можно заабьюзить, хотя большинство Священников не обладает очень высоким монокостом. Доступ к черному и белому это лучшие тюдеры, лучший ремувал. Средний монокост в колоде, скорее всего, будет довольно низкий, поэтому можно будет обойтись только за счет артефактов моноразгона, не имея доступ к зеленому, например. Рекурсия, которую предлагает Орах, можно будет использовать в всяких аристократических стратегиях. Я вот очень жалею, что Орах, наверное, не пригодится мне в моей черно-белой колоде на апостолов, потому что у всех апостолов монокост один, они, умирая, никого не будут поднимать, а тех, кто их бы мог поднять, наверное, у меня в колоде не так много. Наконец-то Авенжеров Зандикар стал легендарным существом, он немножко покраснел, стал считать только базовые земли, и своих маленьких растений растит не всех вместе за землепад, а только одного, зато довольно много. Надо сказать, что тот факт, что он считает только базовые земли, это не есть большая проблема, во-первых, это двухцветная колода, во-вторых, весь зеленый моноразгон находит преимущественно только базовые земли, поэтому мы будем играть большое количество таких. Доступ к красному, кстати, позволяет иметь арсенал эффектов, которые раздают ускорение нашим существам, например, ритм диких или огни яви-майи, также у этих существ может найтись и трампл, да, в зеленом есть и гарук сапрайзинг и прочие эффекты, которые дают трампл нашим существам, так же, как он над комбиться с фудчейном, так что может действительно получиться довольно агрессивная стратегия в красно-зеленых цветах. Мы уже встречались с генералом, который любит усилителей, это был эльф из доминарии Халар, он был в красно-зеленых цветах, теперь у нас есть змей в сине-зеленых цветах, который очень интересно смотрится в командире. Во-первых, первая способность очень синергична с командирским налогом, то есть он выходит на поле битвы с таким количеством жетонов, сколько маны вы потратили на его розыгрыш. Вторая его способность позволяет копировать заклинания, получившие пинок, усилитель, за счет того, что вы снимаете с него два таких жетона. В синим и зеленом нет проблемы добавить жетоны на существо, ворл, кизури, семикосенденси, все что угодно. Таких эффектов миллион. Это позволит на нем накопить столько жетонов, сколько нужно, чтобы копировать ваше заклинание. Помните о том, что способность разрешается один раз. Не очень много буду обозревать в этом видео карт с усилителем, потому что мне кажется, хороших карт с усилителем на самом деле не так много, как нам кажется. Контрольная стратегия на вирозоле наверное очень хороша. Всякий Into the Royal и его аналог изданный в доминарии, которые возвращают перманент в руку или существо в руку и берут карточки, если был заплачен усилитель. Они хороши, да, и таких заклинаний на самом деле в достаточном количестве, но вы будете очень сильно ограничены в том тулбоксе, который вы захотите использовать, если вирозол будет вашим генералом. Отсутствие доступа к красному значит, что вы скорее всего не сможете разыгрывать именно заклинания, которые наносят повреждения в любую цель и копировать их, а значит, что такая вот сполслингер стратегия она немножко упрется в отсутствие угроз, которые могли бы ходить в атаку и наносить повреждения. Кроме того, вирозол еще одну механику новую для этого сета нам демонстрирует. Он позволяет копировать любое заклинание с усилителем, в том числе и заклинание перманентов. То, что раньше в магии было в общем-то совсем-совсем не распространено, а сейчас у нас есть несколько карточек, которые позволяют это делать. Как и в общем-то ожидалось, то, что вы получаете в результате это копия заклинания, которая разрешаясь превращается в токен на поле битвы. Тут важно оговориться о том, что оно именно превращается в токен на поле битвы, а не вы создаете токен, потому что никакие процессион или даблинг-сизон на этот эффект не распространяется, вы будете получать только один токен. Ешарн выглядит довольно любопытным существом, я не уверен, что он является хорошим генералом, несмотря на то, что первая его способность говорит покастить меня, и если меня убьют, ты сможешь меня покастить еще раз, потому что он находит две земли в руку, которые можно дропнуть, это две дополнительные маны, которые потом можно потратить на налога. За счет своей второй способности нарушать планы аристократкам, например, он может найти себе применение в колодах, которые либо до этого не умели с этими стратегиями бороться, либо просто играют в такой мете, где преобладают такие. Следующий на очереди Заргас, похититель сердцебиения, вампир 4-4 за 6 маны, он тоже взаимодействует с механикой отряда, что в общем совершенно нерелевантно, вот, у него есть полет смертельное касание и ускорение, это хороший набор, и он дает смертельное касание всем другим существам. Последняя способность не очень важна в нашем формате, потому что плэнтсокерами не очень много играют, хотя, наверное, зря, но, если мир перевернется и плэнтсокерами начнет играть очень много, такой, наверное, будет хорош. Его высокая стоимость и не очень внушительные статы, несмотря на хороший набор ключевых слов, не делают его хорошим кандидатом в даже вампирские деки, я уже не говорю о том, что как генерал он не делает ничего интересного. Если у вас не хватает вампиров, то, конечно, используйте Заргаса, он хороший бивень, который, наверное, начнет выигрывать игру в какой-то момент, но есть аналоги гораздо, гораздо лучше. А вот Заратсан, проказник и Дукакири, очень прикольный. У него такой бродяга джитсу, работает практически как кинджитсу, только нужно вернуть именно бродягу атакующего в руку, чтобы заменить его на Зарата. У него есть миг, он 4-4 за 5 маны, это довольно честно, он в правильных цветах, и он может возглавлять такую стратегию, как воруй убивает, черно-синюю. Мы о ней, наверное, поговорим в следующий раз, когда будем смотреть на новые командорские колоды, потому что одна из них как раз такую стратегию воплощает, и на мой взгляд, довольно здорово. Зарат Сан прекрасно найдет себе место именно в той колоде. Его нельзя, как, например, Юрико, воспользоваться его Роу-Джитсу из командной зоны, поэтому, наверное, он более интересен, когда он находится в руке, а в командной зоне может быть какое-то более крутое существо, не столько крутое, сколько более полезное, которое делает то, чего мы хотим. Но, так или иначе, прямо очень хочется подержать такого в руках, поиграть такой колодой. На этом мы разобрались со всеми легендарными существами, которые могут быть потенциально командирами. Если вам какие-то командиры кажутся очень интересными, а я про них совсем ничего не сказал, пожалуйста, пишите в комментариях, и я с удовольствием послушаю ваше мнение на этот счет. И это был конец первой части, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и ждите второй части обзора. Всем пока!